Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас! И сегодня я хотел бы поговорить о такой важнейшей теме. И эта тема, она касается не только гражданского судопроизводства, и не только обжалования дел, и не только подготовки исков. Это, скажем так, вопрос глобальный, и он касается всей судебной системы и в целом судопроизводства. И я думаю, эту тему будет интересно обсудить абсолютно всем, тем, кто сейчас судится, и, конечно же, тем, кто обжалует незаконные судебные решения и ждет ответа из апелляции, из касации и так далее. И тема эта, это произошла, прошла ежегодная встреча президента с судейским сообществом, на которой присутствовал председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев. И Владимир Путин дал свою оценку работе судов и дал те основные критерии, дал те основные направления, которые следует учитывать, если вы тем или иным способом задействованы в судебном производстве. Либо как истец, либо как ответчик, либо подаете апелляционную жалобу, или наоборот возражаете на нее, либо подаете касационную жалобу и так далее. Итак, дорогие друзья, обсудим выступление президента Владимира Владимировича Путина на ежегодной встрече, на совещании. Итак, о чем прежде всего сказал президент? Прежде всего он указал, что это ежегодное совещание является традиционным и отметил, что в прошедшем 2022 году он выступал уже на 10-м Всероссийском съезде судей. Мы тоже подробно обсуждали его выступление. И, конечно же, на этом выступлении было очень много тенденций, которые в том числе мы включали и в апелляционные, и в касационные жалобы, и судьи их достаточно хорошо воспринимают, потому что Путин дает достаточно серьезные указания о том, как защищать права человека в суде. Итак, о чем сказал Владимир Владимирович? Он сказал о том, что обстоятельно обсуждались вопросы развития судебной системы, оптимизации производства, совершенства деятельности органов судебной власти и структур судейского сообщества. Это все по итогам 10-го съезда судей. И, конечно же, самое главное в работе суда это задавать высокие социальные стандарты и, конечно же, задавать конкурентную политику в сфере, скажем так, производства, то, что касается экономических споров. И, конечно, делать привлекательной национальную юрисдикцию. Но для граждан, для простых, конечно же, более существенным стали итоговые слова, которые Владимир Владимирович Путин говорил на 10-м съезде судей, о том, что, несмотря на любую обстановку, несмотря на то, что бы ни происходило, в стране, вокруг страны, права человека должны для суда быть приоритетом. Вот на это всегда президент акцентирует внимание. Поэтому, дорогие друзья, если эти права нарушаются, это дает нам полное право выступать с касационными жалобами, с апелляционными жалобами и так далее. Но мы сейчас об этом поглубже поговорим. Соответственно, подводя итоги 22-го года прошедшего, президент сказал, что прежде всего необходимо проанализировать и оценить результаты работы судов в прошедшем году, определить приоритеты на ближайшую перспективу. При этом президент отметил, что в 2002 году во всех видах судопроизводства судами рассмотрено более 40 миллионов дел. Это гигантская цифра, дорогие друзья. И, конечно же, те, кто участвует постоянно в судах, у кого есть, видят, что система судейская даже несколько перегружена. И 40 миллионов это, конечно, очень много. Это, считайте, четверть населения нашей страны фактически тем или иным образом задействована в судебных разбирательствах. И соответствующим образом это на 1 миллион дел больше, чем годом ранее. То есть больше, чем в 2021 году. И не исключено, что в 2023 будет еще больше. И таким образом, как отмечает президент, нагрузка на судей, прежде всего, общей юрисдикции увеличилась и предстоит выработать конкретные меры по ее оптимизации. Какие это меры будут, посмотрим, дорогие друзья. Возможно, это будет изменение в законодательстве с целью более упрощенного производства, ускорение сроков рассмотрения, возможно, увеличение штатной численности. Посмотрим. Но такие меры уже по поручению президента разрабатываются. При этом, в течение прошлого года очень насыщенно работал Верховный суд. Было постановление пленум, несколько издано обзоры президиума, всесторонне анализировалась судебная практика по делам защиты прав детей, уточнялся принципиальные вопросы защиты трудовых, пенсионных прав и многие другие чувствительные вопросы. Ну, дорогие друзья, мы подробно на канале все пленумы обсуждали. Если у вас есть необходимость и интересна консультация по тем или иным вопросам, обращайтесь. Я всегда с удовольствием на них отвечу. При этом, как говорит президент, в последнее время законодательно решены многие вопросы, связанные с социальной поддержкой военнослужащих, мобилизованных, членов их семей. Об этом мы тоже на канале говорили. И соответствующие поправки внесены в процессуальное законодательство, в том числе о возможности приостановки рассмотрения гражданских дел на период нахождения участников судебного разбирательства в специальной военной операции. Соответствующим образом, также президент отметил, что необходимо учитывать при судебном разбирательстве конкретные жизненные обстоятельства и так далее, в том числе военнослужащих. Информационные технологии очень серьезно затронул президент. В частности, о том, что внесены изменения в уголовно-процессуальный кодекс, который регламентирует проведение судебного заседания в формате видеоконференц-связи. Это для тех, кто не знал, стало вполне возможным. И цифровое применение будет в судебном производстве только расширяться. И технически, и организационно должна быть подготовлена к этому система. И, конечно же, отметил президент, что должен формироваться надлежащий деловой климат. А это, соответственно, надлежащее рассмотрение споров, связанных с хозяйственной деятельностью. И сегодня в условиях санкционной агрессии, вот так выразился президент, и это абсолютно соответствует действительности, по-другому не скажешь, против России ведется эта санкционная агрессия. Это особенно актуально. То есть создание нормального делового климата, в том числе принятие правосудных судебных решений по хозяйственным спорам. И, конечно же, здесь отметил президент, что должны быть гарантии защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под стражей в преступлениях экономической сферы, а также избрание к нимберы пресечения не связанных с изоляцией от общества. Вот так должно быть. И возможность избрания залога, домашнего ареста и так далее. И, конечно, как отметил президент, принципиальным моментом стал выход России из состава Совета Европы и из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека в связи с заангажированностью и политизированностью принимаемых против России судебных решений. Но это было явно всем, кто маломальски знаком с темой. Конечно, против нашей страны применялись такие меры. Они просто из-за того, что мы Россия, и поэтому к нам такое отношение. И вот в этой связи президент ранее отмечал, что здесь значительную роль будет играть Конституционный суд. Соответствующим образом, особое внимание защита интересов граждан. То есть интересы граждан, опять повторил президент, должны быть на первом месте. Потому что все, что в интересах граждан, это в интересах государства. И соответствующим образом, вот это, на этом и были его слова завершены, акцентировал внимание на защите прав граждан. Поэтому, дорогие друзья, смело пользуйтесь этими позициями президента. И, конечно же, в очередной раз напоминаю, если вам необходима помощь в составлении соответствующих исковых заявлений, апелляционных, конституционных жалоб, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Счастливо.